Актер Джо Манганелло О предках, переживших события 1915 года и армянских корнях Баку продолжает копировать Турция, осуществившая геноцид в отношении армян, принимает участие в деле о геноциде в Газии Хамидовский режим – основатель основных тезисов отрицания геноцида Группой емкостей IX века – свидетельство развития алхимии в средневековой Армении Председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян дал интервью корреспонденту Вестерн Армении ТВ Рассказав о правах арцахцев, коренных народах и вызовах Западной Армении Говоря о деятельности, Арменак Абрамян отметил «Считаю главной задачей защищать права коренного армянского народа во всех отношениях» На вопрос «Что значит быть коренным жителем?» Арменак Абрамян ответил «Основная сфера – это права человека и вопрос геноцида, совершенного против армян в Западной Армении Также вопрос эффективной защиты культуры, языка и интеллектуальной собственности коренного армянского народа» Говоря об Алматинской декларации, председатель Национального совета Западной Армении еще раз подчеркнул Документы о создании СНГ, в том числе подписанная Алматинская декларация от 21 декабря 1991 года С точки зрения международного права, никоим образом не может рассматриваться как соглашение о том, что некоторые территории являются азербайджанскими Интервью доступно на нашем YouTube-канале Western Armenia TV 3 марта недавно сформированное большевистское правительство России подписало в Брест-Литовский союз с выступающими против Антанты государствами Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции Фактически выйдя из Антанты и приблизившись к своим бывшим противникам Подписав этот договор, стороны договорились, что впредь военные действия между ними прекращаются А Россия обеспечивает вывод своих войск из Западной Армении, в частности из Карского, Ардаганского и Батумского района Этот договор был логическим продолжением декрета «Мир», принятого большевиками 8 ноября 1917 года Брест-Литовский договор поставил армянское население, проживающее в районах Кавказского фронта, в тяжелое положение Фактически оно отменило решение о защите права свободного самопределения земель Западной Армении Принятое большевиками 29 декабря 1917 года И вместо этого приняло решение вернуть те же земли Турции Спустя несколько месяцев, 20 сентября, российское правительство, нотой подписанной министром иностранных дел Чечериным Отменило уступку кавказских территорий Турции в соответствии с Брест-Литовским договором И все же по Брест-Литовскому договору, пусть и временному, для вновь образованной Республики Армении Стало невозможно возвращение территории Западной Армении, где несколько месяцев назад располагалась российская армия И которая могла бы стать для нее весомым аргументом на момент утверждения Республики Армении декретом России от Турецкой Армении Брестский мир создал хорошие возможности для турецкой стороны завоевательными амбициями Воспользовавшись создавшейся ситуацией и нарушив перемирие в Ерзенка, подписанное 5 декабря 1917 года Турецкая армия пошла в наступление и благодаря преобладающим силам захватила один за другим Ерзенка, Карин, Саракамыш, Карц, а уже 15 мая Александрополь Над Восточной Арменией навис вопрос быть или не быть Актер Джо Манганеллу в эфире американского телеканала в рамках проекта «Месяц армянской истории» рассказал о предках, пережившей совершенный против армян геноцид и о своих корнях Подчеркнув, по материнской линии я армянин Моя мама армянка, она всегда готовила армянские блюда, которые я ел с детства и до сих пор очень их люблю Я узнал о своих корнях и очень впечатлен этим наследием Прабабушка актера Табриз пережила совершенный против армян геноцид Я хотел узнать эту историю от тех, кто еще жив, и мне это удалось В 1915 году турки убили мужа прабабушки и семерых детей Жена попала в лагерь В давнейшем Табриз и Сирарпи оказали в американском штате Массачусетс В прошлом году Манганеллу подробно рассказал историю прабабушки в одном из интервью Я наследник выживших, и это очень тяжело 1 мая в Баку состоялось открытие здания телевидения западного Азербайджана при одноменной общине Оккупационная власть Баку продолжает копировать идеи и истории Западной Армении Депутат общины Азиз Алек Берли заявил Мы продолжаем борьбу за обеспечение мирного и безопасного возвращения азербайджанцев на исконные земли Азербайджан, провозглашенный государством 27 мая 1918 года, говорит о коренном населении Отметим, что предполагаемая территория коренных народов вовсе не находится на территории Армении Она расположена в Персии Уместно напомнить азербайджанцам Термин «Азербайджан персидского происхождения» в 1918 году стал официальным названием Демократического исламского государства, образовавшегося в результате распада Российской империи До этого термин «Азербайджан» относился исключительно к исторической территории Шахского Ирана Именно по этой причине персидское правительство обращается к новой независимой стране с призывом Использовать название азербайджанской территории, которая является неотъемлемой частью исторического Ирана И сама представляет территориальные претензии последнего на эту территорию У оккупантов есть привычка писать историю украдкой Осуществившая геноцид в отношении армян и отрицающие данные факт Турции приняла решение принять участие в деле о геноциде в секторе газа возбужденного Международным суде ООН на основании иска Южной Африки против Израиля Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду, что благодаря этому шагу процесс в Международном суде пойдет в правильном направлении Согласно турецким СИИ, Фидан отметил Усилия Турции по присоединению к Иску продолжаются уже долгое время Отметив, Анкара вскоре завершит юридические процедуры, касающиеся участия в процессе Фидан добавил, что Турция продолжит взаимодействие со всеми дружественными и союзными государствами относительно дальнейших шагов по данному вопросу включая присоединение к процессу новых стран Окупант Турции – это королевство кривых зеркал лидеры которого, глядя в зеркала, восхищаются собой, призывая других жить в мире таких же кривых зеркал Пример отрицания раскрыт в 2011 году при изучении пакета документов на иностранном языке переданных Национальным архивом Восточной Армении из Министерства иностранных дел Италии которые до сих пор полностью не изучены В пакете записей, хранящихся в Национальном архиве Армении встречается письмо номер 114 министру иностранных дел Великобритании в котором британский дипломат Фрэнсис Клэр Форд которая с 1893 года находилась на дипломатической службе в Риме в секретном письме от 7 декабря 1984 года министру иностранных дел Великобритании и Джону Вудхаузу Кимберли отмечает Комиссия, предлагаемая державам, должна расследовать не совершенное против армян насилие а действия банд состоящих из армян Одна из самых хитрых форм политики отрицания это расследование совершенного насилия и поиск виновных Инициатива, которая на первый взгляд кажется невинной и справедливой на самом деле преследует гораздо более глубокие и вводящие в заблуждение цели Сформировав объединенную комиссию для расследования известных случаев насилия и вовлекая в него представителей сверхдержав турецкие власти фактически пытаются отвлечь внимание Вовлекая представителей держав и назначая турецкого чиновника главой комиссии, султан преследовал цель провести расследование в предпочтительных для них местах и целенаправленным образом Переписка двух высокопоставленных дипломатов, хранящихся в Миннациональном архиве Армении раскрывает одну из таких инициатив В районе Двина в результате раскопок, проводившихся в разные годы, была найдена группа емкости татируемых IX веком, связанных с алхимией Это свидетельствует, что развитие алхимии средневековой Армении позволило специалистам кристаллизировать и получать различные химические вещества В результате археологических работ было обнаружено множество предметов, связанных с алхимией описанных во многих средневековых рукописях В серебряковой Армении более широко были распространены сосуды меньшего размера Существует несколько подходов к их использованию Первый – наполнить их различными материалами в сосуды с узким горлышком Второй – вытянуть материалы из различных предметов В медицине их использовали для взятия крови из вены И в завершении новостей послушаем песню «Муж Еркир Папакан» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!